Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал Экзегет, 12 глава 2 послания Коринфянам. В 11 главе, такой очень неприятной, резкой главе, Павел рассказывает о том, что он претерпел за проповедь Евангелия, и рассказывает не просто так, а в споре с некоторыми чрезвычайными, как он говорит, апостолами, в кавычках, конечно, которые, очевидно, стали нести другую Евангелие Коринфянам, и коринфяне склонны были его принять. Возможно, мы говорили, что эти последние главы, они как-то отдельно стоят, и, может быть, это то самое резкое послание, которое Павел описывает в первой части этого послания. Может быть, составлено второе послание Коринфянам из разных текстов. Но мы точно этого не знаем. И в 12 он продолжает свою тему «Кто я? Что со мной было?» И в 11, помните, он там все время говорит «Я буду хвалиться, буду хвалиться своими этими побоями, не считайте, что я всерьез, что я от Господа, я говорю как безумный, потерпите». В 12 он продолжает «Все же не полезно мне хвалиться, так что перейду к видениям и откровениям Господним. Знаю одного человека во Христе, и вот он 14 лет тому назад, не знаю, в теле или вне тела, это Бог знает, был поднят до третьего неба. Да, я знаю этого человека, хотя не знаю, было это в теле или вне тела, Бог знает». Повторяю прямо дословно, что у него редко очень встречается. «И он был поднят до рая и слышал неизреченные слова, которые человеку невозможно пересказать. Вот им похвалюсь, а собой хвалиться не стану, разве что собственными немощами». Вообще-то принято считать, что он здесь собой и хвалится. Не собой, точнее, тем, что с ним произошло. Потому что, что значит «знаю человека». «Вот я знаю, что такое было», — говорит он, по сути дела. «И такое можно знать в основном о себе. Раз нельзя пересказать слова, то сам этот мистический опыт, абсолютно невыразимый, который может быть только в каких-то описательных выражениях поднят на третье небо, услышал неизреченные слова, вот только таким образом он и передается. И Павел говорит не о своих достижениях в плане того, как он крут, но скорее о том, что Господь совершил через него, вот о том опыте, через который он тоже прошел. И тут неожиданно он переходит от этого какого-то особого опыта, который он лишь упомянул, его трудно описать, к своей немощи. Потому что если действительно это с ним делает Господь, то тем славнее действие Бога, чем немощнее сам Павел, чем проще, чем слабее тот человек, через которого это приходит. Впрочем, если и стану хвалиться, не окажусь неразумным, сказав правду. Но я сдержусь, чтобы никто не думал обо мне больше того, что сам видит или слышит от меня. То есть явно намекает, что это он. Но я не буду об этом говорить, потому что мало ли, что я тут расскажу. Вот вы сами видите и слышите. Вот это достоверно для вас. Мы не знаем, что это такое. Возможно, какое-то заболевание особое, которое так не со всеми бывает. И какое, мы не знаем. Можем догадываться. А вот чтобы я не превозносился. Сюда человек страдает. У человека некоторая особая болезнь, насколько мы можем судить. И он говорит, а это чтобы я не превозносился. И это Бог устраивает каким-то образом к моей пользе. Трижды я просил Господа удалить его от меня. Но тот отвечал, довольность Тебя моей благодати. Полнота моей силы проявляется в Твоей немощи. Хороший принцип, да? Довольна благодать. Ты хочешь выздороветь, ты хочешь не болеть. Но смысл не в том, чтобы ты был здоровым, счастливым, таким спортивным, упитанным. Жил насыщенной жизнью. И вообще у тебя все было хорошо. Очень часто люди понимают, что именно это Бог и обещал каждому. И если не дал, то как-то обделил нас чем-то. Вот он нам не додал. Довольность Тебя моей благодати, полнота моей силы проявляется в Твоей немощи. То есть как раз немощь, болезнь даже такого очень близкого для Бога человека, насколько можем об этом судить, это лишь повод проявить его силу. И смысл не в том, чтобы человек получил максимальное удовлетворение от своей жизни, а в том, чтобы максимально раскрылось через него действие Бога в этом мире. Так что охотнее всего стану хвалиться своими немощами. И пусть вселяется в меня сила Христова, а не мое собственное, не мое достижение. Потому я доволен немощами и обидами, и нужными, и преследованиями, и страданиями ради Христа. Ведь когда я немощен, именно тогда я силен. Вот важнейший принцип, который Павел и про себя говорит, и к которому он призывает своих слушателей, читателей. Если мы сильны сами по себе, если у нас суперспособности, как у этих суперапостолов, с которыми он спорил в прошлой главе, то где место для Христа? Когда мы принимаем его в себя, то все эти наши слабости, недостатки, несовершенства, они восполняются им. Ну и, кажется, ему он сказал слишком много. Я дошел до неразумия в своей похвальбе. Вот к чему вы вынудили меня. Это вам следовало бы вступиться за меня, ведь я ни в чем не уступаю этим чрезвычайным апостолам, даже если я ничтожен. Признаки моего апостольства на деле проявились среди вас. Всяческое терпение, знамения, чудеса, явления, силы. Чего не хватило вам по сравнению с другими церквами? Разве только одного. Я ничем не обременил вас. Так простите мне эту обиду. Он вновь упоминает, что не брал с них денег и не жил на их иждивении. И вот, собственно, его основная такая верительная грамота, как он уже много раз сказал, это, собственно, сама жизнь, Каримская община, у которой все это было. Он эту общину основал. Итак, я собираюсь в третий раз навестить вас. И опять не буду вам обузой. Мне нужно не ваше имущество, а вы сами. Не детям подобают копей для родителей, а родителям для детей. Он родитель этой общины, да, поэтому, конечно же, родители собирают деньги, чтобы дети могли на них там получить образование, обустроиться в жизни. И я охотно буду тратиться и всего себя потрачу ради душ ваших. Пусть даже вы не любите меня так горячо, как я люблю вас. Вот что такое духовное отцовство. Это не распоряжение, а это возможность отдать себя, возможность потратить. Или, может, хоть я и не налагал на вас поборов, но как хитрец что-то выманивал у вас обманом? Неужто те, кого я к вам посылал, что-то забрали у вас для меня? Я убедил Тита отправиться к вам и с ним послал еще одного брата. Разве Тит что-то забрал у вас? Не одним ли мы движим и духом, не одним ли путем ступаем? А Тит, как и Тимофей, спутник, помощник Павла, он уже говорил о том, что он отправляет снова Тита и какого-то еще одного брата и даже другого. И, значит, раньше это тоже было Тит, такой связной между Коринфом и Павлом, где бы Павел ни находился. И вот здесь он уже все возможности отрицает, что я у вас и сам не брал, и вот не отправлял Тита, чтобы он у вас выманил денежек или имущество. И такой резюме. А если я приду и вижу, что у вас безобразие, гнев, раздоры, надменность, вот это для меня унижение, это мой результат оказывается совсем не таким, какого я хотел, мои старания пошли прахом, и это мое унижение. Так что, друзья, братья, любимые, изменитесь, иначе и вам будет плохо, и мне как-то придется за вас краснеть. Тогда придется мне оплакать многих, кто согрешил, но так и не покаялся в былых делах, в нечистоте, блуде и распутстве. Оплакать, как оплакивают умерших. И, собственно, это и есть их смерть, их духовная смерть. И Павел вот здесь говорит очень резко, горько, с явной обидой, но обида, которая преображается им в некое назидание, которая не затаптывается, не замалчивается им, он не замыкает вот свои усты и не отказывается говорить об этих проблемах, но даже эти проблемы он обращает к тому, чтобы преподать им какой-то урок и сказать, «Дело же не в том, что я обиделся, дело в том, что вы удаляетесь от Бога, дело в том, что вы отталкиваете от себя эту самую благодать». Субтитры создавал DimaTorzok